Рейдерский захват столицы. Представители предприятия завод коммунального машиностроения заявляют о попытке забрать у них собственность. Причем с помощью полиции. Все произошло накануне. На территорию предприятия зашли представители другой компании. Такие случаи рейдерства в Украине участились. Яркий пример – Мариупольский нефтеперерабатывающий завод, который неизвестные разграбили при полном бездействии правоохранителей. Мы уже не один месяц освещаем эту историю. Что же произошло в Киеве накануне, разбирались наши корреспонденты. Все машины личные, свой транспорт, забираем. Так владельцы в 4,5 тысяч квадратных метров помещений на улице Пшеничной выгоняли с территории их же собственности. Арбитражного управляющего завода коммунального машиностроения вытеснили, а другой структуре автометрополис помогли зайти. На каких основаниях представители завода не понимают, называют это рейдерским захватом. И уверяют, это не первая попытка собственников автометрополиса забрать помещение. Слава Богу, что есть нормальный министр юстиции у нас в стране, Павел Петренко. Он на сегодняшний момент дал полиции четкие директивы, уже давно принявшие антирейдерский закон. Они получили абсолютно другие полномочия, которые они на сегодняшний момент и реализовывают. Сегеда Глеб, один из співвластников ТОВ «Метрополис». Он имел на методе рейдерским способом отримать право властности на примечении, что належит к публичному акционерному товариству, завод коммунального машинобудования. Первую пробу он сделал в 2016 году вчера. История хозяйственного спора между двумя структурами началась давно. Завод коммунального машиностроения сдавал в аренду помещение компании «Автометрополис». В марте 2016 года действие договоров закончилось. Однако все это время территорию не покидает и продолжает работать здесь. В это время завод коммунального машиностроения суд признает банкротом и должником из-за невозврата кредита. Вдруг уже бывший арендатор «Автометрополис» заявляет, дескать, эти цеха – его собственность. У меня такое впечатление, что эти договоры, если они действительно есть, были складены, сделаны на коленце, в тот же день, когда мы появились на этой территории, и ликвидатор приступил к своих обязанностям. Завод идет в суд. 26 грудня Господарский суд города Киева принес ухвалу про витребование майна в властность заводу коммунального машинобудования. И, соответственно, ухвал, которые выступают в силу негайно, выдавал наказы на примусовое выполнение решения судов. Чего они сейчас просятся на рабочие места, с грудня месяца должны были принять соответствующие решения, звольнити примешивание, про какие они акты подписали еще 16 березня 2016 года. Есть и подробка документов. Фактически спровокована ситуация для того, чтобы увезти, скажем так, из-под боргу взятого кредита нерухомый майна. Вот это решение хозяйственного суда. Так, предприятие получает новый документ о праве собственности уже в начале этого года. Документы представители завода показывали правоохранителям и вчера. Есть информационная доведка из единого державного реестра правовлазности нерухомый майна и, поведен, до какого мы ее властникам всего замещены. Однако это, говорят, не помогло. Всем этим керував Макаринский Ярослав, первый заступник управления полиции Сутошинского района. Таким чином здействуются перешкоды в здействии правовлазности. Макаринский Ярослав, неизважающий на все предъявления документов, что вказывают на правовлазности, с погрузами нас смусили покинуть территорию. Было сказано Макаринским Ярославом, вас 10 минут, что вы покинули территорию, потому что мы будем проводить зачистку. Но почему-то на территории остались представители другой стороны, автометрополиса. Почему полиция вмешалась в хозяйственный спорт? Мы попытались в этом разобраться. Отправили запросы и в МВД, и в нацполицию Киева. Там переадресовали наши вопросы непосредственно в Святошинский райотдел. Полиция не выгоняла никаких властников. Полиция задействовала охрану громадского порядка. Мы не втручаемся. Мы навели громадский порядок на территории. Всем разъяснили. Порядок наведенный. Все стороны, будь ласка, до суда. Есть апелляция. И ждем решения суда. Однако ни решения хозяйственного суда, ни документы о праве собственности полицию почему-то не остановили. Не собираются останавливаться и законные собственники помещений. Говорят, готовятся воевать, но только в правовом поле.